Ежемесячный отчет отдела аналитики группы компаний бюллетенедвижимости по Петербургу и Ленинградской области. Первичный рынок. В июле на рынок жилья Петербурга вышло 5 новых объектов, 2500 квартир и 98000 квадратных метров жилья. Это существенно меньше, чем в июне, где было выведено 12 новых объектов и почти 5500 квартир. В Ленинградской области в июле было выведено 6 новых объектов, 2100 квартир и 85000 квадратных метров жилья. По количеству квартир это практически в 8 раз больше, чем в июне. Тогда было выведено менее 300 квартир. Распределение вывода новых домов по районам в июле показало, что лидером является только лишь Всеволожский район Ленинградской области. Там в продажу поступило 6 новых объектов. А такие районы города, как Выборгский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный и Приморский вывели в продажу по одной новостройке. В прошедшем месяце наиболее популярными у застройщиков Санкт-Петербурга были квартиры-студии. В июле их было выведено 39%, однокомнатных чуть меньше 35%, двухкомнатных квартир – 22%, трехкомнатных – 3%, а квартир с четырьмя комнатами и более 1%. В Ленинградской области лидерами в июле являлись по-прежнему однокомнатные квартиры. За месяц их было выведено 38%. Студий и двухкомнатных квартир появилось чуть меньше – по 28%. Доля трехкомнатных составила 6%, а квартир с четырьмя комнатами и более не было выведено вообще. Минимальную цену из предложений в городе имела студия 24 кв. метра и стоимостью почти 1 миллион 100 тысяч рублей и однокомнатная квартира площадью в 33 кв. метра. Предлагалась она за 1 миллион 400 тысяч рублей. В Ленинградской области минимальная цена за студию в 18 кв. метров составляла 777 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью 26 кв. метров предлагалось за 1 миллион 44 тысячи рублей. В текущем году, по сведениям аналитиков группы компании «Бюллетенедвижимости», минимальная цена за квадратный метр зафиксирована в апреле – 98 тысяч 860 рублей. Максимальная цена была отмечена в январе – это 101 тысяча 309 рублей. А в июле стоимость квадратного метра составила 100 тысяч 952 рубля. С начала текущего года показатели средних цен ближнего пояса относительно стабильны. Минимум был зафиксирован в январе, когда цена за квадратный метр составляла 67 тысяч 246 рублей. Максимальный показатель средних цен отмечен в апреле – это 68 тысяч 365 рублей за квадратный метр. А в прошедшем месяце средняя цена приблизилась к 68 тысячам рублей. На протяжении последних лет бесспорным лидером по объему реализации является Всеволожский район Ленинградской области. За первые полугодия 2016 года рынок района пополнился новыми объектами площадью 560 тысяч квадратных метров. Среди наиболее крупных жилых комплексов можно ответить как новые объекты – это Форвард, Морино-2017, так и крупные объемы в рамках новых очередей жилых комплексов – Семь Столиц, Лондон, Вернисаж, Краски Лето, Старая Крепость и другие. Основными застройщиками района являются такие компании, как Civil City, CDS, Петрострой, КВС, Арсенал Недвижимость, Полис Групп, Строительный Трест, Лидер Групп и другие компании. Кроме того, в последнее время интерес ко Всеволожскому району, особенно к локации Морино, проявляют и московские девелоперы, например, ФСК Лидер, Самолет ЛО и другие. По состоянию на июль 2016 года средняя цена предложений на первичном рынке Всеволожского района составляет 74 200 рублей за квадратный метр. С начала года прирост средней цены, составил чуть более 3%. По данным петербургской недвижимости, средний бюджет покупки во Всеволожском районе составляет 2,5 млн. рублей. Средняя площадь реализуемой квартиры – 33 квадратных метров. Соответственно, наиболее востребованные во Всеволожском районе студии – однокомнатные квартиры. На них приходится по 38% в общей структуре спроса. Вторичный рынок В текущем году средние цены на вторичном рынке Петербурга опустились до минимума в феврале и составляли 102 937 рублей за квадратный метр. В июле стоимость квадратного метра вторичного жилья равнялась 104 136 рублям. Это пока максимальный показатель за 2016 год. В июле минимальная цена предложения за комнату отмечена в Адмиралтейском районе Петербурга на набережной обводного канала – 750 000 рублей за 9,5 квадратных метров. И в Красносельском районе. В Красном селе квартира-студия площадью 28 квадратных метров предлагалась ровно за 2 млн. Минимальная цена вторичного жилья в Ленинградской области отмечена в Бакситогорском районе в городе Бакситогорске. Там предлагалась комната площадью 23 квадратных метра за 400 000 рублей. И двухкомнатная квартира площадью в 41 квадратный метр и стоила она 680 000 рублей. Это были актуальные цифры за июль. Более подробную отчетную информацию от отдела аналитики группы компаний «Бюллетень недвижимости» вы сможете найти на нашем портале bn.ru.